21 часа и 3 минуты в столице, в студии Пётр Косенко и подводим финансовые итоги сегодняшнего дня с Олегом Богдановым. Да, день сегодня интенсивный, очень бурный, особенно в валютном рынке колебания значительные, волосильность выросла. И, кстати, надо сказать, что американский фондовый рынок, который начинал за здравие, снова к историческим максимумам рвались игроки, и индекс теперь начал резко снижаться, вот за последний час это случилось, это произошло, и уже индекс NASDAQ падает на 1%, S&P на 0,5% снижается, должен пока он в нейтральной территории. Вот сейчас идут просто к сообщению о том, что с налоговым законодательством, с реформированием налогового законодательства не все обстоит гладко, ну и, видимо, это негативно влияет на рынок в Соединенных Штатах. Так, валютная история. Конечно, вчерашний Федрезерв раскачал рынок, текст заявления вроде бы рынок оттрактовал как помягче, чем был в июне, и ситуацию с сокращением баланса, который скоро начнет, скорее всего, в сентябре, оттрактовали следующим образом. Баланс начнут сокращать, а ставку повышать не будут. И вот это вызвало продажи доллара, причем активный доллар продавали в азиатскую сеть, евро рос почти до 1.18, 1.1770 максимум. Сейчас на фигуру ниже 1.1670, коррекция значительная. У фунта аналогичная история, максимум где-то 1.3150, сейчас 1.376. Ну а иена волатильна, иена от 110.80 до 111.80 ходила, сейчас 111.09. Но вот в связи с падением рынка иена начала укрепляться. Аналогичные темы и истории на рынках валюты margin markets. Кроме рубля, рубль стабильность, вот целый день там 20 копеек. Вот диапазон 59.40 на 59.60, сейчас 59.56. Но активно продавать начали и австралийский доллар, и канадский доллар. Они уже снижаются к американскому. Вот это такая сегодня интенсивная торговля была на этом рынке. Кстати, о рубле. Завтра российский ЦБ. Здесь много вопросов будет заседать к Центральному банку, как они поведут себя в контексте всплеска инфляции в июне. Правда, сейчас она немножко стабилизировалась. Это вопрос открытый. Кто-то говорит, что ставку снизят на 25, ниже 9 опустят. Кто-то говорит, что в этот раз воздержатся. Все мы это обсудим. И у нас сейчас на прямой связи со студией, управляющей активами компании Tiltstone Advisors Дмитрий Кулешов. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер. Здравствуйте. Да, давайте начнем с федрезерова вчерашнего, потому что трактовок очень много самых различных. Кто-то говорит, что вроде бы все нормально, заявление почти аналогично. Кто-то считает, что оно помягче. Вы как считаете? Ну, думается, что то снижение доллара, можно сказать, практически паническое, которое наблюдалось по итогам заседания, оно скорее даже обусловлено все-таки не столько с самой речевкой заседания, сколько с объективной более низкой инфляцией, чем ожидалось. И в целом, именно опасения по поводу роста инфляции и более жесткого тона в ФРС, они держали пару евро-доллар. Да, то есть все-таки боялись, что Елен сохранит тональность июньского заявления, и вот это, собственно, сдерживало пока игроков. Да, это сдерживало. Когда эти два триггера, два фактора ушли, соответственно, в какой-то момент показалось, что путь свободен. Плюс политическая нестабильность США, неопределенность вокруг Трампа, конечно, продолжает доллар толкать вниз. Но думается, что вот те технические цели, которые мы сделали уже вблизи 1,18, 1,19, они уже совсем близко. То есть, если даже занос такой будет, мы увидим в скором времени разворот по паре евро-долларов. Тем более, что мы наблюдаем, что и на рынках рисковых активов очень такая интересная картина. Очевидно, где-то мы около вершины находимся, с одной стороны, и с другой стороны, вот этот перекос, очень серьезный перекос, когда спреды на развивающихся рынках, в локальных валютах, они находятся на минимумах, а валюты на развивающихся рынках по отношению к корзине G10 на максимумах. И вот очень интересно, то есть, обычно валюты развивающихся рынков, они коррелируют с риском, а риск вот-вот начнет у нас снижаться в цене. Но валюты развивающихся рынков и так дешевые, и будут ли они, смогут ли они расти в условиях вот этого, вот этой derisking, да, то есть, в условиях роста рисков. Это самый интересный вопрос. И, кстати, еще интересный момент, тенденция сегодняшнего дня, это по швейцарскому франку мы видим, что усиливаются оттоки из Швейцарии, и франк падает к основным валютам. То есть, в этом свете, наверное, уже позиции по евро-доллару можно аккуратно фиксировать, выходить полностью, конечно, из франка, и смотреть на возможное увеличение позиций в валютах развивающихся рынков, кроме рубля, конечно. А почему кроме рубля? Ну, кстати, подождите, давайте рубль все-таки оставим на вторую часть, сейчас сделаем небольшую паузу, а потом как раз остановимся на нашей валюте. В ближайшие 20 минут россиянина заподозрили в отмывании денег через одну из крупнейших криптовалютную биржу, арестовали по запросу США в Греции. Что это, криптовойна или исключительно преступление? Об этом через 10 минут. Ну, а прямо сейчас финансовые итоги дня. Продолжение с Олегом Богдановым. Ну, и мы продолжаем обсуждать общую ситуацию на валютном рынке, ситуацию с процентными ставками в США, в России. У нас на связи управляющие активами компанией Тилл Сорн Эдвайзерс, Дмитрий Кулешов. Дмитрий, ну вот смотрите, давайте все-таки пока еще пару слов о Федрезерве. Вот рынок облигации обычно, он так более чутко реагирует, да, и доходности там резко начинают куда-то двигаться, когда что-то радикальное происходит в тональности ФРС или там смене монетарной политики. На этот раз, ну, вот как были они 2,32, там, 10-летние бумажки, американские трежерисы, так они, собственно говоря, на этом уровне и находятся. А рынок валютный... Ну, чуть-чуть растет. Да, да, да. А рынок валютный лихорадит. То есть они оттрактовали это по-своему, что, в принципе, рынок, ну, то есть рынок труда охарактеризован достаточно сильно, текст заявления нейтральный и реакции нет. А вот на валютном рынке носит игроков то влево, то вправо. Доллар слабый вчера вечером ночью в азиатскую сессию и сейчас полдня укрепляется. Кто прав? Ну, в евро-долларе очень много спекулятивных настроений. Есть два индикатора. Первый, в принципе, да, позиция спекулянтов, она на максимумах на историйщик. А второй, он такой косвенный индикатор, это есть такой риск-реверсал в паре евро-доллар. Это, грубо говоря, стоимость страховки от резкого движения по паре евро-доллар. Стоимость страховки от снижения доллара. Она сейчас достигла абсолютно максимум за три года. То есть вот много этой премии, этого страха, да, то есть самый, очень много было людей в долларе, очень много было инвесторов, эмоциональных инвесторов в долларе. Ну да, 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 два года, два-три года там, по-моему, все находились и ждали паритета. И сейчас они резко начали разгружаться, не встретив просто, не встретив никого в стакане, да. То есть вот нужно какое-то время, чтобы уравновесилась пара евро-доллара и, наверное, несовершенный курс, пока он как раз и находится в районе 1,20. Думается, что значительно больше сейчас в паре евро-доллар и в целом в долларе по отношению к основной валютам именно вот этой спекулятивной настроении, нежели реального фундамента. А вы вспомните, я вспоминаю прошлый год, понимаете, там очень любопытная ситуация была на рынке, когда выходила статистика, вроде бы она в одну сторону, рынок реагировал, а на следующий день передумывал, ну вот так сказать, обдумывали все и совершенно в обратную сторону шел. Вот это, кстати, было характерно торговля, по-моему, как раз для летнего, для второй половины лета. В этом году что-то похожее начинается, то есть вчера так оттрактовали, сегодня по-другому. И вот опять спред, ну ведь не секрет, что главные объемы, так сказать, финансовых активов, средств выходят на основании спредов. Вот спред, если посмотреть европейские бумаги и американские, он по-прежнему достаточно широкий, да, и какой-то интерес в долларе все равно будет находиться, возникать. Конечно, конечно. Конечно. Фундаментально, когда вы можете брать под 2,5% и можете под 0,5% долгосрочно, это достаточно много на таком рынке. Ну а если ставки Лайбор, посмотри, там, по-моему, 120 базисных пунктов плюс по доллару и минус 40 по евро, да, трехмесячные. Да, да. Это, по-моему, большой слоп, даже на дистанции там в 3 дня приличные деньги, получается, на объеме. Давайте теперь к нашей ситуации, к нашему центральному банку. Перейдем завтра. Решение, ну, по-разному настроены. Эксперты считают, что снизят, некоторые считают, что не снизят. Вы как думаете? Ставка? Ну, если бросить, опять же, политику и наши специфические факторы, внутри российские, конечно, Центробанк должен и дальше снижать, и должен будет завтра снизить. А инфляция все-таки июньская, высокая? Ну, наверное, там, если посмотреть структуру, там больше такие сезонные факторы. И, опять же, там, посмотреть транспортные... Тарифы, да, в общем? Да, тарифы. То есть там, где монополии просто, так сказать, потеряли страх всякий, а регулятор просто антимонопольный ничего не делает. То есть это не имеет отношения к монетарной ситуации все-таки. Плюс есть общий тренд в других развивающихся рынках, когда мы видим, что глобально вслед за снижением доходности снижаются и ставки регуляторов везде на развивающихся рынках. Соответственно, если действовать в русле мировых тенденций, Центробанк ставку должен снижать. Кто-то недавно повысил. По-моему, в ЮАР повышали процентную ставку. Точно не помню. Кто-то повысил из-за margin markets. Да, но суть в том, что в России сейчас очень много специфики, связанные с санкциями. Санкции, в принципе, действительно серьезные. И как бы кто-то, что ни говорил, они сильно ограничат российские компании в работе в Европе. И, конечно, давят на общий сантимент инвесторов. Но, скорее всего, они заставят какие-то схемы придумывать дополнительно, о которых раньше не думали. Потому что ограничить сейчас, когда у вас с одной стороны вроде бы закрыто, а с другой стороны вся Юго-Восточная Азия открыта с Сингапуром и с Гонконгом. Ну, это смешно, очень сложно. Ну, да. Но схема все равно что-то стоит. Ну, да, да. Издержки увеличивается. Она издержки инфраструктурно увеличивает. И в этом контексте, конечно, давление спекулятивное на рубль будет сохраняться. И на Центробанк вот эта политика, которая, в принципе, на монетарный регулятор влиять не должна, она, конечно, влиять будет. Поэтому, возможно, завтра все-таки в русле с мнением большинства аналитиков, наверное, не повысит Центробанк. Но если говорить чисто, смотреть на финансовую сторону вопроса, то до конца года как минимум два понижения ставки на 25, а может быть даже и три должно было бы наблюдаться. Хорошо. Давайте все-таки о завтрашнем дне. Если снизят, рубль будет реагировать снижением? Ну, думается, что рубль уже, в принципе, сейчас негативно отреагировал, да, на политику, вряд ли он будет реагировать сильно. Главный фактор для рубля все-таки это та самая политика и те самые санкции. Ну, и растущая нефть, кстати, сильно не помогла рублю, там, 50 копеек всего лишь сделал, да, то есть если цены на нефть развернутся, то это будет дополнительным негативом, он быстро может покатиться куда-нибудь к 62-63 рублям. Да, но рубль просто, на самом деле, нефть в рублях стоит сейчас достаточно мало, если смотреть. Сколько там, 2,900 есть или еще даже 2,900 нет? Да, да, в районе 2,900, соответственно, пока ниже 3,000, нефть вряд ли будет рублю существенно помогать. А вот, смотрите, если мы говорим об общей ситуации, да, то есть внешний рынок, динамика мерджин-маркерс, активов и валют, ситуация у нас внутри страны, то вот смотрите, факторы внешние, все валюты очень сильно активно росли из-за, вот, так сказать, некой слабости, я имею в виду канадский, австралийский доллар. Обычно рубль тоже в этом контексте хорошо себя вел, да. Теперь, получается, санкционная история, этот рост у нас притормозило. Теперь, вот, возможно, что, если статистика в США, серия какая-нибудь хорошая выйдет, вот сегодня неплохие данные по заказам были, да, дальше пойдут хорошие данные, ситуация развернется. То есть, это будет ли дополнительным таким негативом для рубля, если развернется рынок, который рос до сих пор в валюты мерджин-маркетс? Ну, парадокс в том, что сейчас есть группа новозеландские, австралийские, да, с одной стороны. Есть группа другие валют раздающихся рынков, это чуть-чуть сырьевые, это, конечно, бразильский реал, мексиканский песо, российский рубль и, там, в меньшей степени, южноафриканский ренд. И они как раз, вот, первая корзинка значительно лучше выглядела в ходе этого ралли против доллара, чем вторая. Вторая, она, в принципе, существенно недооценена. Если доллар сейчас, мы увидим, что доллар будет плавно укрепляться, то вероятнее, корзинка, которая была слабая, она будет дальше укрепляться вслед за долларом по отношению как к новозеландцу и канадцу, так и вот к той группе, о которой мы говорим, да, это страны G10, которые росли против доллара. Франко, евро и особенно, ну, конечно, такие экзотические пары, да, там, или взять корзину, корзину Россия, Рент и бразильский реал-мексиканский песо против швейцарского франка. Вот эти трейды сейчас, в ближайшие три месяца, они будут наиболее интересны и актуальны. Спасибо большое. На связи у нас был управляющим активами компании Тилстоун Эдвайзерс Дмитрий Кулешов. Говорили мы о ситуации перед завтрашним решением российского центрального банка.